Логотип Ростовской областной специальной библиотеки для слепых. Синий-зеленый круг, по окружности кольцом надпись, Ростовская областная специальная библиотека, для слепых. В центре круга схематичное изображение раскрытой книги, разделенной вертикальными линиями на пять частей, в каждой из которых буква. Добрый день, уважаемые коллеги! Наш очередной региональный интернет-семинар «Современная библиотека. От идеи к реализации» посвящен опыту работы ведущих библиотек, клубных организаций и учреждений области, работающих социально незащищенными слоями населения, пенсионерами, инвалидами, особыми детьми. Сегодня у нас выступят удивительные люди, помогающие своим человеческим участием тем, кто в нем нуждается. Вновь обрести смысл жизни, вернуться к самому себе, осознать свои возможности. И я надеюсь, что встреча с ними и опыт их работы нам всем запомнится надолго. Социокультурная реабилитация людей с ограничениями в здоровье на современном этапе является наиболее важным развивающимся направлением деятельности всех учреждений и организаций нашей области. Вовлечение людей с инвалидностью в активную библиотечную жизнь способствует развитию коммуникативных связей, созданию теплой, непринужденной обстановки мест личностного общения, реализации возможностей психологической разгрузки. Работа муниципальных библиотек области с людьми, имеющими различные ограничения жизнедеятельности, осуществляется в рамках государственной программы «Доступная среда». Для инвалидов, пенсионеров, особенных детей создаются условия для доступа в библиотеку. Организуется комфортная библиотечная среда. Ведется поиск новых форм обслуживания людей старшего поколения и инвалидов путем интеграции в социальную среду. И здесь, в первую очередь, встает проблема досуга пожилого человека, обеспечения ему таких условий существования, которые отвечают современным требованиям. Работники библиотек стараются сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной активной деятельностью и радостью, избавить его от чувства одиночества, отчужденности, восполнить дефицит общения, удовлетворить потребности и интересы. Несмотря на состояние здоровья, они отличаются активной жизненной позицией, неугасимым позитивом, готовностью познавать новое. Опыт работы библиотек с инвалидами и пожилыми людьми показывает, что сам факт приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение. Удачно подобранная книга и разговор о ней с библиотекарем – это событие для одинокого человека. Работа с инвалидами, ветеранами, людьми пожилого возраста и особенными детьми ведется по всем направлениям. Книга является наиболее доступным средством образования, информации, приобщения к культурной жизни. Все более важным и востребованным в современной системе библиотечно-информационно-обслуживания населения является внестационарное обслуживание. Как в удаленных населенных пунктах, так и в муниципальных образованиях, где нет библиотек. А большая часть жителей сел и деревень – пожилые люди с ограниченными физическими возможностями. И для них такое обслуживание особенно важно и востребовано. В настоящее время внестационарное мобильное библиотечное обслуживание активно развивается в нашей области. КИБО стал единственной возможной формой библиотечного обслуживания жителей малонаселенных деревень. Создание библиотечных пунктов, обслуживание библиотекарем читателей дома и на рабочих местах, привлечение волонтеров, соцработников для книгоношества – все это обеспечивает приближение книги к месту работы и места жительства населения. Система обслуживания на дому инвалидов, людей преклонного возраста и тех, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме по причине болезни, строится на строго индивидуальном подходе к каждому читателю. Услуги и материалы предоставляются в доступной форме. При подборе литературы учитываются индивидуальные пожелания и читательские наклонности. Для данной категории читателей выпускаются списки новых книг, периодических изданий и документов, поступивших в библиотеку. Предоставляется право первоочередного выбора из новых поступлений, заказы принимаются по телефону. Появилась и новая услуга. В рамках соглашения с Ростовской областной специальной библиотекой для слепых для людей с ограничениями по зрению доставляются говорящие книги, книги со шрифтом Брайля. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности проводится совместно с администрацией сельского поселения, обществом инвалидов и обществом слепых, районным советом ветеранов, местным отделением Пенсионного фонда России, Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов, специальной коррекционной школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья. Большую помощь оказывают школы и детские садики, работники музеев, домов и клубов культуры. Традиционно каждый год с этими организациями межпоселенческие центральные районные библиотеки проводят интересные яркие мероприятия в стенах библиотек, выездные, так и в режиме онлайн. Неотъемливой формой работы стали в библиотеках акции, посвященные праздникам и знаменательным датам. Активное участие принимают и волонтеры в таких акциях, как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Поздравим ветерана», «Открытка для ветерана», «Полевая почта», проводят визиты вежливости. В рамках акции добровольные помощники библиотек посещают ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, поздравляют их с наступающими праздниками и днем рождения. Одной из самых ярких стала единая волонтерская акция ко дню пожилого человека и к декаде инвалидов. Передай добро по кругу, спешите делать добрые дела. Волонтеры и сотрудники библиотеки помогали инвалидам привести в порядок придомовую территорию, разрабатывали эскиз поздравительной открытки, отправляя их по электронной почте, вручая с поздравлениями пожилым людям как на мероприятиях, так и на дому. Эти мероприятия, объединяющие молодежь и людей зрелого возраста, очень важны. На таких встречах пожилые люди передают свой бесценный жизненный опыт тем, кто только начинает его приобретать. У молодых формируется чувство уважения и гордости за старшее поколение. Во многих библиотеках области волонтеры помогали библиотекарю обучать пенсионерам основой компьютерной грамотности. Пожилые люди учились находить информацию в сети интернет, общаться в соцсетях, пользоваться электронной почтой. Проводя работу по правовому просвещению, Центры правовой информации Центральных библиотек области стремились охватить все группы пользователей. С пользователями пожилого возраста, инвалидами, безработными проводились индивидуальные беседы, консультации по вопросам жизнедеятельности с использованием справочно-поисковой системы «Консультант Плюс» и ресурсов интернет. Оказание такой информационной, правовой, психологической помощи и поддержки пожилым людям, ветеранам и инвалидам пенсионного возраста помогает в развитии их самостоятельности и активности. В библиотеках созданы и работают клубы по интересам для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Основной целью работы клубов является организация досуга, включение пожилых людей в творческую деятельность, правовое просвещение, психологическая реабилитация и социальная адаптация пожилых людей и инвалидов. Люди этого возраста с удовольствием участвуют в кружках и коллективах художественного творчества, в певческих и музыкальных, в театрах и студиях, в клубах гармонистов и частушечников. Они занимаются живописью, флористикой, декоративно-прикладным творчеством, учатся шить, вязать, изготавливать мягкую игрушку. В рамках клуба проводятся различные по форме и содержанию мероприятия. Это тематические и литературно-музыкальные вечера, беседы, кровические часы, часы интересных сообщений, вечера встречи, вечера отдыха, посиделки, концерты, спектакли, конкурсные игровые программы, танцевальные вечера, литературно-музыкальные гостиные. Большой популярностью пользуются у членов клубов информация о здоровом образе жизни. На заседаниях устраиваются встречи с нужными специалистами, медицинскими и социальными работниками, представителями власти. У читателей пожилого возраста вызывают интерес встречи с творческими работниками районного дома культуры, интересными людьми, писателями и поэтами. Они всегда принимают активное участие в фольклорных праздниках, вечерах русского романца. Люди с ограниченными возможностями свято чтят народные и христианские праздники, с удовольствием отправляются в заочные путешествия по святым местам России, по родному краю. Эти мероприятия помогают не замкнуться в себе, помогают расширить круг общения и интересов. Собираясь для подобных встреч, люди почтенного возраста имеют возможность послушать красивые стихотворения, песни, принять участие в концертах, викторинах, разгадывать загадки и обмениваться приятными воспоминаниями. Читатели-инвалиды с радостью принимают приглашения и участвуют в библиотечных и клубных мероприятиях. При этом важно относиться к ним, как к равноправным участникам встреч. 2022 год посвящен Году народного творчества России. Учреждения культуры Ростовской области выявляют талантливых, увлеченных тем или иным делом инвалидов, пенсионеров, которые являются мастерами народных промыслов и умельцами. В библиотеках и домах культуры проводятся удивительные выставки их работ. Это резьба по дереву, вышивки, вязания, рисунки, фотографии и другие. Пожилым людям и инвалидам тоже хочется жить полноценной жизнью. И работа учреждений культуры в данном направлении – необходимость с сегодняшнего времени, дарующая радость общения и человеческого участия тем, кто в нём нуждается. Ведь им зачастую просто не с кем посоветоваться, поделиться радостями и печалями. А мы можем помочь пожилому человеку вновь обрести смысл жизни, вернуться к самому себе, выявить, поддержать и развить его творческий потенциал, осознать свои возможности. И главное, наша работа способствует формированию нового облика старости, продуктивного, активного, самодостаточного и наполненного жизненной энергией и смыслом. Тема нашего первого выступления – библиотерапевтический проект «Библиотерапевтическая скорая». Опыт работы Межпоселенческой Центральной районной библиотеки Багаевского района. Я предоставляю слово библиотекарю Багаевской Центральной районной библиотеки. Пожалуйста, Анна Анатольевна. Здравствуйте. Меня зовут Дорожка Анна Анатольевна. Я библиотекарь отделов служивания Багаевской Центральной районной библиотеки. Багаевская Центральная районная библиотека является методическим центром для библиотек района. Одним из главных приоритетов работы наших библиотек является работа с пожилыми людьми и инвалидами. Библиотекарь делает все возможное, оказывая помощь инвалидам и пожилым людям в получении информации. Помогает старшему поколению решить проблему организации культурного досуга, чтобы люди смогли отдохнуть душой, чтобы им было уютно и комфортно, чтобы старики смогли забыть на время о своих заботах и печалях, пообщаться в непринужденной обстановке. Работа включает в себя не только выдачу литературы, но и индивидуальные беседы, помощь в поиске правовой информации, проведение литературных, поэтических и музыкальных вечеров. Пожилые люди с удовольствием посещают массовые мероприятия, принимают участие в организации, проведении выставок. Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. Работа с этой категорией людей требует от библиотекарей тактичного и доброжелательного обращения. Пользователи, не имеющие возможности посещать библиотеку, обслуживаются на дому. Библиотекари выполняют доставку книг, периодических изданий, информационных ресурсов. Пожилые люди и инвалиды, которые ограничены в пространстве и общении, они с нетерпением ждут встреч с библиотекарем, чтобы не только получить информацию, но и просто поговорить, поделиться своими тревогами и радостями. Работа Багаевской центральной библиотеки ведется в тесном сотрудничестве с Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Библиотекарем отдела обслуживания Центральной библиотеки раз в месяц для пользователей социальных услуг проводятся мероприятия, которые направлены на организацию их досуга, расширению кругозора и для духовного общения. С 2013 года на базе Межпоселенческой центральной библиотеки действует Клуб здоровья для пожилых, в котором осуществляется работа по пропаганде здорового образа жизни. В сельских филиалах хуторов Ёлкинский и Первомайский действуют клубы для ветеранов и пожилых людей. Престиж из песни по жизни Главной задачей клубов Престиж из песни по жизни является предоставление возможности приятно и интересно провести свободное время, а также для удовлетворения разнообразных культурно-просветительных потребностей. Библиотечные специалисты, которые ведут клубы по интересам, предлагают помощь, советы, организовывают отдых и развлечения. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года номер 181 о социальной защите инвалидов в Российской Федерации Межпоселенческая центральная районная библиотека ведет сотрудничество с Ростовской областной специальной библиотекой для слепых на организацию библиотечного пункта и поставки библиотечно-информационной продукции. Книги на магнитофонных кассетах, бумажные носители с рельефно-точечным шрифтом Брайля, книги на флеш-картах и электронные издания. По запросу читателей-инвалидов специальная литература доступна в сельских поселениях через библиотекаря сельского филиала. Для слепых и слабовидящих организовано индивидуальное обслуживание на дому. По предварительному звонку и индивидуальному заказу библиотекари приносят людям библиотечно-информационную продукцию. Багаевская библиотека имеет комплекс информационно-библиотечного обслуживания, что позволяет удовлетворять потребности жителей в станице хуторов, которые не имеют библиотек. Так, библиотекарь Кибо старается выполнить все заявки и запросы, тщательно отбирая книгу и информацию для пенсионеров-инвалидов. Специалистам информационного комплекса проводятся открытые просмотры, выставки и обзоры. В соответствии с указом президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, реализуя нацпроект «Культура», восемь наших сотрудников прошли обучение в государственных институтах Российской Федерации и повысили квалификацию в рамках федерального проекта «Творческие люди». Подводя итог, следует отметить, что проводимая библиотека и работа с социально незащищенными категориями пользователей имеет большой спрос. А это свидетельствует о дальнейшей необходимости ее проведения. Спасибо за внимание. Спасибо.